В Санкт-Петербурге состоялось торжественное вручение дипломов детям работников СИН России, которые приняли участие в фестивале эстафете «Талантливое детство». Церемония торжественного вручения дипломов детям работников уголовно-исполнительной системы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области за активное участие в фестивале эстафете «Талантливое детство» объявляется открытой. Поздравить победителей и вручить им памятные награды приехали представители управления, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом, подполковник внутренней службы Сергей Красильников, а также член общественного совета УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ян Волков. Я хочу вам сказать, что все то, что вы сделали, все те работы, которые вы прислали, все те победы, которые вы добились, помогут вам и в будущем, в вашей жизни. И сегодня, когда мы будем вас награждать, мы прежде всего хотим отметить вашу смелость, вашу уверенность, которая привела вас к этой победе. Фестиваль эстафета проводился впервые и объединил детей работников СИН со всей России. Более чем из тысячи заявленных на победу видеоработ, к съемкам в которых участники подошли творчески с большим энтузиазмом, жюри были выбраны победители, которые получили самую высокую оценку. У сотрудников уголовной исполнительной системы, которые несут службу в тяжелых морально-психологических условиях, растут талантливые дети. Чтобы популяризировать детское творчество, показать, что каждый ребенок уникален, каждый ребенок талантен, был проведен этот фестиваль-конкурс. Хочется выразить огромную благодарность устроителям этого уникального проекта, который мы сейчас осуществили, а это именно честный деток. Показать, что ребенок уникален, что он такой же большой гражданин нашей необъятной страны. Приуроченный к Международному дню защиты детей, этот конкурс стал настоящим подарком для детей работников СИН, в котором они смогли продемонстрировать свои творческие способности, увлечения, хобби и спортивные достижения. Ведь каждый ребенок для своих родителей уже талантливый победитель. Конечно, для детей это интересно, потому что отметили их творчество и заслуги. И дали возможность им окунуться в мир профессий. Здесь, в этом городе Китбург, который любезно нам предоставил эту площадку. Поэтому, прежде всего, это радость того, что мы можем почтить внимание детей, детей сотрудников, детей, которые являются нашим будущим и нашим настоящим. Площадку для проведения мероприятия предоставил интерактивный музей для детей Китбург. После завершения торжественной части победители ожидало чайпития, а также развлекательная программа в городе профессий. Юные таланты смогли попробовать свои силы в разных отраслях – от врача до пожарного. Мне очень сильно нравится рассказывать всякие басни, поэмы, стихи. И я вообще в будущем хотел бы стать актером, и даже иногда уже была на съемочных площадках. И поэтому сегодня мне поделиться, поможет этот город профессии, кем я стану в будущем. Мне очень понравилось, я ощутила, вот мне очень, такое было захватывающее чувство, а еще я была очень восхищена, мне очень понравилось это. Мечтала, кем ты станешь в будущем? Что ты будешь делать? Чем заниматься? Я еще не задумывалась, но у меня есть одно предположение. Я буду раздавать животных, буду помогать животным и их лечить. Мы с мамой учили песни. Нам от самого порога жена скинула пути, выбирай свою дорогу и по ней смели идти. Анна Федорова, Дмитрий Ферстанов, Новости ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова